Всем привет! У нас будет сегодня очередная болталка на актуальные темы, какие-то сплетни и разговоры. Я просто в таких видео говорю о том, что меня тревожит, что меня волновало в течение недели. И мы с вами это обсуждаем, что-то, как правило, находит отклик у вас, вы тоже об этом думали, либо знали, в общем, какие-то интересные такие события. И у меня просто последние два дня было недоумение, чересчур много злости, реакции эмоциональной, потому что это был пипец какой-то. Это ситуация, реакция на Бородиной и, как вы, я думаю, знаете, ведущая Дома-2, инстаблогер. И против она, ее реакция была на блогера Робина Гудина, Алена, которая снимает обзоры. Собственно, в чем суть-то, да? Алена-блогер сняла обзор на салон, вела съемку в салоне красоты. Ну, в общем, медийная личность, вот так будем называть, и у нее есть салон, и она делала обзор ее салона. Немножко, в общем, расскажу про вот это направление таких видео на ютюбе. Некоторые бьюти-блогеры снимать начали, повторяя за Америкой, на Американской, ну, все, в принципе, перенимается оттуда. Начали снимать видео, называется это трэш-обзор салона красоты. Но сама задумка изначально, когда блогеры приходят в салоны красоты с ужаснейшим низким рейтингом, где изначально очень дешево, либо плохо, это обзирают, как-то это, может быть, высмеивают где-то, делают какие-то замечания. Очень часто это по факту замечания. В общем, за что мы платим деньги, за какие-то услуги, когда, собственно, ну, вот такая тема, да, этого идет. Людям это интересно смотреть. Касаемо меня, я раньше, поначалу, когда только заходила история, я смотрела у Алены эти видео, потом я их даже оставляла в комментарии, но с каким-то периодом времени я перестала этого делать, потому что, ну, меня перестало это заходить, мне стало неинтересно, собственно, одно и то же по каждому кругу, и само вот это ощущение какого-то негатива от видео все-таки идет, я перестала поэтому смотреть. Мне не хочется собирать какой-то негатив, что-то неприятное, и это, я поняла, что это не мое. И эти видео, например, на канале Алены я стала пропускать. И вообще у других блогеров это тоже не смотрела. Но сама суть, что хочу сразу сказать, вот мое отношение, да, к этому, ну, довольно-таки к этим видео нейтрально-негативное, я бы назвала. Я не подписана, не смотрю вообще, не интересуюсь жизнью блогера, медийного лица и светской лице, не могу назвать, естественно, Бородиной. Мне она неинтересна ни как человек, ни как блогер, ни как кто, я за ней не существую. То есть я абсолютно, в принципе, на нейтралитете в этой ситуации. Но реакция Бородиной на это, ее отвратительное поведение некрасивое, и, в принципе, отношение к блогерскому сообществу меня просто возмутило в этой ситуации. Я сейчас вам предоставлю скрины ее сторис, как она это все, это цитаты, чтобы я не была голословной, как это было на самом деле. Вы сами почитаете, я с вами зачитаю, это с вами обсудим. В общем, хочу сразу в защиту Алены сказать тем, что я, хоть я к этому негативно настроена, она не приходит с целью в салон выявить негатив, она также хвалит. То есть, по сути, это как бы ревизор у салонов красоты, по факту. Плохо-плохо она скажет, если хорошо, она отметит, похвалит. Это ее видео и поход в салон, кстати, к Бородиной. На ее канале я оставлю ссылку, выложено полностью, что она там снимала, как с ней разговаривали, вся эта ситуация, комментарии по этому поводу. Поддержите Алену, посмотрите. Она там конкретно все показано. Она вначале, в чем прикол, не пришла с целью доколупаться, какого-то негатива, хайпа, чтобы видео было в трендах. Этого у нее не было, этой задачи. Она вначале сидит и нахваливает салон, косметику, которая не пользуется, самим салоном. То есть, она по факту, что есть, то и подчеркивает, хорошее она хвалит, плохое она это тоже показывает. То есть, человек не шел с задачей опустить и на имени Бородиной, как она потом это все представила, в каком свете, сделать для себя пиар. Этого нет, в видео это все прекрасно показано. Но если верить словам Бородиной, в ее сторис, то все совершенно по-другому происходит. Так вот, вкратце, Алена пришла в салон, ей разрешение на съемку дал визажист, и волосы кто и делал, стилист по волосам, парикмахер, никто не был против съемки. Но когда они поняли, что какой-то блогер что-то там снимает, это дошло до руководства, визажист сходила, пожаловалась, и Алену попросили вообще свалить, макияж не доделали, и вообще сказали, не приходите к нам в салон, чтобы вас больше никогда не видели. Очень грубо, некрасиво общались. На что в своих сторис Бородина начала просто хамски относиться, хаять и посылать и блог сообщества, и сама у этого блогера, и в принципе нелестно обо всех высказываться. Показала свою сущность, вот я к чему. Я не про эту историю здесь, а про то, хочу, чтобы вы задумывались, за какими людьми вы следуете, потому что фаллоу вы следуете, на кого вы подписаны, кто составляет мнение сейчас нашего общества, кого, если не вы, смотрят ваши дети, кого они фаллоют в инстаграме, и кто доносит, какие мысли в массы людей, в голову ваших детей, например, либо ваши, либо в подростках ваших молодых братьев и сестер. Кто наши кумиры сейчас? В Корации рассказала историю, скрин первый, да, Бородина сторис ее. Здравствуйте, что скажете на то, что с вашего салона выгнали девушку за съемку? Это буквально пару часов после того, как это произошло. Я не буду нецензурно, как бы это, вы сами можете это прочитать. Ревизору салонов красоты, смех на палке, и так будет с каждым, если вы блогеры, хреновы, хотите себе пиар за мой счет, то у вас это не получится. Приходить делать укладки, потом специально растрепать волосы, писать, что у меня плохо, и поднимать себе рейтинги таким образом. Ничего этого Алена не делала. У нее в видео все это рассказано, документы зарегистрированы, показаны в видео. То есть, я когда это увидела, для меня был шок, что ревизора салонов красоты, смех на палке. Вообще, в принципе, нецензурная брань. Эта женщина 13,5 миллионов подписчиков. Она позиционирует себя как мать семейства, как медийную личность на ее рейтингах, кто хочет себе поднять рейтинги, какая она знаменитая и популярная, ведущая. Но почему ведущая себе публично позволяет нецензурно высказываться, когда на нее подписаны, так же дети. Я не за морали, я такая вся правильная. Например, блогер есть Настя Ивлеева, которая дофига тоже подписчиков. она не строит из себя правильную. Она как свой в доску парень, да, она может где-то мотивнуться, как-то высказаться. Но если она такое бы, она даже так грубо не относится, не высказывается, хотя она гопушка с района, вот так ее образ, да, она такая, есть ее нотро, но человек меняется, растет, это прогресс этот виден в ней, да, какая-то культура появляется. Но здесь просто, вот она суть человека, мат-перемат, оскорбления какие-то, как человек даже в этом не разобрался. Но мы не берем, в частности, эту историю. Это окей, я думаю, что у нее были недопонимания, сотрудники салона ей не так преподнесли информацию. Но она же среагировала сразу. Следующий вопрос, как относитесь к блогерам? Типа, в общем, есть блогеры, есть блогеры, которые полезны и интересны. То есть, я понимаю, полезны и интересны те, кто делает тот контент тебе, что-то хорошее, говорит тебя в попу, целует, такие блогеры полезны и интересны, предвзятые, которые действительно талантливы, за ними прикольно наблюдать. А есть идиоты, блогеры, говорит сама Бородина, блогером являясь, потому что инстаблог. Есть идиоты, которые набирают подписчиков за счет того, что срут других людей. Срут слово, блин. Нельзя это культурно просто написать. Есть блогеры, которые строят из себя ревизоры, ссыкуха, приходящие к тебе в салон, за куском пиара, съемки, если, съемка, если запрещена, значит, мы аккуратно, брата, та-та-та-та-та-та, можете дальше дочитать. Ссыкуха, это оскорбление. У меня просто нет слов. Это человек с миллионами подписчиков. Мать семейства, которая себя позиционирует, как бизнес-леди, с которой надо брать примеры. Вот с этого надо, мой ребенок, например, должен вот с этого брать пример. С этого хамского отношения к блогерам. А так подумать, а Бородина, кто она вообще? Да, она ведущая. Но ведущая чего? Если бы она была телеведущей с прекрасным образованием в этой тематике, то и двумя высшими, например, да? И если бы она вела какие-то другие проекты на других каналах, если бы у нее был карьерный рост в этом плане, рост личности хотя бы, культуры и образования, я понимаю, можно было назвать человека ведущим, но когда ты сидишь, блин, 10-15 лет и ведешь грязное ток-шоу на телевидении, я не спорю, да, оно идет, и вот у них есть свои зрители, это все понятно, но оно построено, это ток-шоу, на каких-то низменных интересах, на каких-то животных, инстинктах людей. Это не интеллектуальное высокоразвитие, что чтобы этим супер как-то гордиться. Да, она молодец, что она в жизни вложила куда-то деньги, которые заработал, умеет зарабатывать, я не спорю, салон красоты, молодцы, никаких претензий, или если ее доброжелатели напишут, ой, да ты просто ей завидуешь, да, я не спорю, человек реально добился, но черт побери, если ты публичная личность, у тебя уже энное количество подписчиков, у тебя возле твоего ника галочка стоит в инстаграме, что ты публичное, официальное лицо, ты хотя бы какую-то культуру речи сохраняй. Про клиент-ориентированность в салоне и нормальную реакцию руководителя я вообще молчу. Просто такое поведение, это плевок потенциальным клиентам в этом салоне. Я, живя в Москве, не хочу, например, идти в этот салон, потому что они не знали изначально, что Алена блогер. Она съемки предупреждала. Но вот эта проблема не с самой ситуацией с салоном. Меня удивила реакция личности Бородиной на это. Некрасивая реакция. Свинское отношение к своим подписчикам. Манера подачи некрасивая, некультурная. И потенциальным клиентам. Я не пойду... Ой, она спровоцировала съемкой. Я, например, не пойду в салон и не буду у нее снимать. Я приду за какими-то услугами. Но где гарантия? У меня уже есть сомнения, как у клиента, что мне не плюнут в лицо, что мне не скажут на выходе и вали, что мы тебя больше здесь не видели. Что потом Бородина, не знаю, не выложит мои какие-то фотки, меня не начнут матами поливать в сторис публично и хамить, называть ссыкухой, например. Кого мы возводим в культ? Кому мы поклоняемся? Потому что когда все-таки это, скажем так, звезды, люди, которые сформируют наше общественное мнение, мнение наших детей, нашего поколения, кто его формирует? Быдлогопники. Вот я здесь вижу быдлогопники. Некрасивая, некультурная. Хотя, просто понимаете, в чем диссонанс? Вот оно, нутро человека вылезло. Хамское. Вот оно отношение к подписчикам и клиентам. Хамло. Но прикол-то в том, что из себя человек позиционирует культурного, образованного, достигшего чего-то. Но если ты в бизнесе достигаешь, то занимайся самообразованием, а не мат-перемат и на уровне «Остаёмся дома два». Давайте как-то развиваться будем. Не кажется вам что-то более как бы правильно, да? И следующая сториз. Если вдруг где-то вам что-то не понравилось, вы будете писать на них негативный отзыв. Ну, опять же, в эту тему. Я иногда это делаю, но очень редко. А специально бегать по заведениям, снимать видосики, чтобы обосрать, я такого не делала бы. Ну, Алена этого не делала. Специально не снимает видосики, чтобы обосрать. Она констатирует факты. Хорошо, хорошо, плохо, плохо. Не, ну я, в принципе, неплохой человек, если со мной не общаться. Просто ЧСВ у человека зашкаливает. Я не говорю сейчас о какой-то критике. Она не должна критику воспринимать. Дело-то не в этом. К ней претензий, по сути, оскорблений каких-то, негатива не было. Но вот эта реакция в такой форме меня просто обескуражила. Как маленькая какая-то ситуация. Человек встает в оборону, выпускает шипы и начинает просто метать какашками во всех окружающих, без разборов блогеров во всех. Делай свою работу хорошо. Пусть твои сотрудники делают свою работу хорошо. Пусть они хорошо красят, пусть они хорошо обслуживают, пусть у них будет клиент-ориентированность. Самое страшное, что крупная рыба гниет с головы. Какое начальство? Такие сотрудники. И то, что вот мы по факту это видим. Ну и в итоге последняя уже сториз. Какое же распространение частной личной жизни вы имеете в виду? Тра-ля-ля про снимают на камеру мастера. Мастер против. Мастер был не против этой ситуации. Там видео все сказано. Она был несколько раз переспрашивала Алену. Мастер дал согласие на съемку. Если вы хотите мастера, это мастер-класс, услуга платная. Если не хотите, тогда мастер вправе отказать, чтобы его снимали. Мы ничего не боимся, поверьте. Я не люблю, когда хайпят на моем имени. Проблема в том, что если бы в салоне просто есть услуга, которая стоит 8 тысяч рублей, это мастер-класс по макияжу от специалиста. Алену выперли, потому что она снимала. Не за распространение там личного закона. Это все не по этой истории. Выперли, потому что просто не хотели. Она могла заплатить 8 тысяч за урок. Вот и все. И она задавала много лишних вопросов. И они не хотели терять это как услугу. Я, как в плане бизнеса и работы, я это прекрасно понимаю. Но первое, ваш мастер дал согласие на съемки. Второе, никаких особых секретов. Там человек мог не отвечать на какие-то вопросы. Это тоже ее право было молчать, не отвечать, не разговаривать. Но почему-то вы до половины мастер довел это, а потом решил все-таки, ой, 8 тысяч же я могла бы срубить, чтобы мне дали право там, ну вот этот вот урок провести частно, в частном порядке. Проблема салона, я понимаю прекрасно, в чем суть. Не в самой съемке. Выставила Бородина просто в негативе, как все блогеры говно, все хайпят за счет меня. Я такая знаменитая, крутая. Но на самом деле салон не хотел потерять 8 тысяч рублей. Но вот в моем личном лице они потеряли клиента, который мог принести им больше 8 тысяч рублей. Так что я просто хочу для вас донести информацию. Смотрите, кому мы поклоняемся, кого вводим в культ, на кого мы подписываемся, кого мы слушаем. Потому что если люди вот это вот хавают, эти оскорбления впрямую к своим подписчикам, неуважение к своей аудитории, которая ей дает рекламу. Благодаря подписчикам у нее есть реклама. Благодаря подписчикам ее берут куда-то тамодой. Вы помните историю про ее гонорары и все прочее. Что вы думаете по этой истории? Перед тем, как написать, если вы были не в курсе, посмотрите видео. Фотки я вам прикрепляю в видео. Пожалуйста, знакомьтесь. Посмотрите видео Алены, я оставлю ссылку. Что вы думаете по этому поводу? Я не про саму ситуацию, как блогеры есть, конечно, которые выводят на эмоции, хотят похайпить, хотят негатива, чтобы был контент. Я про отношение публичных медийных личностей к своим подписчикам, которые по сути их империю и составляют. Вот о чем это видео. Жду ваших комментариев по этому поводу.